Здравствуйте! Сегодня в Барнауле, выставочном ЗАИ Музея Город, открывается выставка Никас Сафронов «Избранная». Больше месяца мы сможем лицезреть картины заслуженного художника Российской Федерации. Но сегодня у нас есть возможность поговорить с ним. Итак, у нас в гостях самый известный художник России Никас Сафронов. Никас, здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать в Барнаул, добро пожаловать на Алтай! У вас же огромное количество картин, Никас. Как из такого количества можно выбрать что-то небольшое, избранное? Это ведь небольшая часть. Ну, вообще я не брал ничего в коллекциях частных и музеях. Я взял то, что у меня находилось в мастерской. Ранние работы среднего периода, последние работы, разные совершенно по направлению. Стиле. Они на сто процентов обновленные. Пять лет назад у меня была выставка. Так что кто был на ней, может увидеть новые работы и порадовать себя. Алтай для меня какой-то край обособленный, уникальный. Здесь люди совершенно с разной амплитудой, но все замечательные и все великие. И от спортсменов Смердов, по-моему, до... Смертин, Алексей, но не только Алексей, еще и Евгений Убрат, да. Да, и Калашников, и... Шукшин. Шукшин, и Булдаков, и... Здесь какая-то такая совершенно уникальная титулов Герман. Разная, уникальная какая-то среда, где рождаются или живут в области. А если бы еще здесь были процессы с детства образовательные, как в Германии, скажем, то Алтай бы заполнил весь мир гениями и одаренными людьми. И на гора бы давали такие результаты и показатели. Я очень рад. У меня много картин посвящено этому краю. Я здесь был несколько раз на шукшинских чтениях, прилетал здесь, был и в горах, и мед пробовал, и пил, и в уста попадали. Замечательные люди, душевные, сердечные, теплые. Здесь особый край. Вы говорите о том, что у вас в творчестве Алтай тоже отраженный, правильно? Конечно, конечно. Мы это сможем увидеть на выставке, или вы решили Алтаю, Алтай не показывать? Нет. Работы проданы, и, к сожалению, за пять лет их успели уже продать. Никас, извините, Алтай не продается. Понял. Никогда. Как когда... Родину продал, говорит. Конечно. Это невозможно. Это невозможно. Я согласен. Но мне очень приятно. Я дружу с Балдаку, под Кратом и Черновым. Они постоянно рассказывают. Мы были знакомы с Евдокимовым. Не так близко. Но он работал с моим другом Трушкиным, Анатолием Алексеевичем, который писал ему многие рассказы деревенские. И здесь какая-то такая вот есть постоянное напоминание об этом месте. А мы соседи буквально через 100 метров, через дом образования, где Васильева Ольга, мы через балконы друг друга как приветствия передаем. Я показываю иногда на его, когда даю интервью, окна. У него круглые окна, арка такая, где Тверская, а у меня Брюсов. Он открывает окна и машет мне рукой. То ли как в русской деревне, то ли как в Венеции стали. Ну, практически. В Венеции и в деревне. А что все-таки, какие картины мы увидим на Вашей выставке? Венецию, деревню, портреты? Все. Здесь, во-первых, очень мой интересный стиль Dream Vision. Это стиль импрессионистов, скажем так. Но совершенно другая техника. Я ее сам создал на изучение многих техник. А потом портреты. Люди-животные. Символизм. Графические портреты. Сейчас представлены на экране. Ну и какие-то ранние работы среднего периода. Но я думаю, что народу, зрителю, понравится. И много метафоры, которые дают возможность человеку задуматься. Что хотел сказать сам художник. И понять его, или, может быть, домыслить. Это тоже очень важно. Поучаствовать в процессе творческом. Вы можете объяснить, действительно, как вести себя зрителю, как Вы сейчас сказали, посетителю выставки? Надо обязательно докапываться до того, что хотел сказать художник? Или надо просто наслаждаться моментом? Понравилась картина хорошо, не понравилось? Приди к следующему. Есть такая истина, что если ты восхищаешься, это гениально. Если тебе нравится, то это талантливо. Если тебе начинает долго и нудно объяснять, то это, скорее всего, шарлатанство. И не стоит на это... Какие-то работы, может быть, интересно узнать, что хотел сказать автор. Но тебе самому интересно, прочитав «Война и мира», ты понял его так. А он хотел совершенно другое сказать. Вот надо интерес, чтобы был, чтобы как Брейгель, Питер Босх, есть какие-то метафорные художники, которые заставляли, привлекали внимание, а потом еще можно было и расшифровать по-своему. И пытались, до сих пор пытаются разобраться, что такое Джоконда, как она улыбается и так далее. Как тогда понять, что такое искусство? Условно говоря, вам что-то кажется гениальным, и для вас это искусство. А мне это покажется не столь интересным. Для меня это проходящая вещь. Как там мы с вами договаривались? Мы учились приблизительно в одних и тех же заведениях, может быть, в разное время. И у нас есть понятие ценности. Нас возили в музеи, и я когда был первый раз в детстве, в 8 лет, в музее художественном, я увидел картину голландского художника, и подумал, если бы я был художником, я бы рисовал так же хорошо, может быть, даже лучше. Поэтому мы понимаем, что такое Веласкес, мы знаем, что такое Передвижники, что такое Карл Брюлов и Савицкий, и мы можем видеть, насколько они популярны. Пусть это будет Айвазовский, пусть это будет Левитан. Мы видим, что это было всегда востребовано, что не всегда воспринималось, как Врубель, его изгнали с выставки Нижегородской. Но в результате всё равно в Париже признали, а потом признали и в России. Вот здесь есть как бы ассортировано временем, и люди привыкают к каким-то понятиям живописи, там Леонардо, Микеланджело, Рафаэль и так далее. — Нас застанавливают к этому привыкать? — Нет. Нам прививают, понимаете, литературу правильную, там Пушкин, Толстой, Достоевский, Тургенев. И мы видим, что такое «хорошо». Мы можем сравнивать, мы можем читать Шекспира уже дальше, там, скажем, «Аппассаны» или «Флаберы». И мы начинаем отсортировать вот это пошлое, вот это литература бульварная сегодняшняя, а вот это классическое, на котором… И то же самое в искусстве. И когда человек приходит, он уже приблизительно готов. Когда вы маугли, вы не понимаете, хотя тоже может соображать, вот этот цвет красиво вас привлекает, а это нет. Это вот надо чувствовать сердцем, это, наверное, первое, а потом уже пытаться… — То есть надо первое сердце, потом головой. — Потом, ну, понимаете, чёрный квадрат – это надо долго и нудно объяснять. Если у вас отнимут память, но не лишат вас чувства прекрасно, вы пойдёте, скорее всего, к Леонардо, там, пойдёте к каким-то классическим художникам, пусть даже это будет Воснецов. Но, тем не менее, это всё-таки будет то, что вам будет близко и интересно. — Никас, несколько слов давайте всё-таки про вас поговорим. У вас огромное количество регалий, которые мы даже… Если бы я сейчас объявлял, весь эфир бы ушёл на это, может быть, даже не хватило бы времени. — Наверное бы, да, да. — С другой стороны, вы есть и с выставками, в частности, Барнаулу повезло. И ещё есть третья сторона – это частные коллекции, вы свои картины продаёте. Для вас, не просто как для художника, для человека, мерилого успеха где? Количество регалий, выручка, если говорить грубо на языке шоу-бизнеса, или всё-таки сколько людей посмотрят в итоге ваши картины в музеях по городам и весятам? — Ну, хорошо быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Всё хорошо, деньги я могу поделиться с друзьями, с родственниками, с благотворительными какими-то фондами, которые занимаются очень позитивно. Здесь всё сочетается, одно другому не мешает. И, конечно, признание. «Русский музей» купил две работы, но спонсоры. Взяла «Третьяковка», а одну работу сейчас вторую хотят взять. «Эрмитаж» у них четыре работы моих. «Два бисквита» – не картина. «Два бисквита» фарфоровые и две тарелки, расписанные мной. Это тоже очень важно. И около ста музеев в России и государственных имеют мои картины. Приобретённые. — Я могу задать один вопрос, короткий, надеюсь, всё-таки на короткий ответ. Мне было бы тоже интересно приобрести картину Никаса Сафронова. Я не буду спрашивать про то, какая самая дорогая, самая доступная цена какая. Сразу предупреждаю, у меня ипотека. — Это обаяние, красота женская. Может быть, достойно. — То есть в ней не светить? — Я пока ещё по старинке люблю женщин. — И это хорошо. Тогда более точные условия мы с вами обговорим после эфира. А вам большое спасибо, что вы приехали в Барнаул, на Алтай, и, в частности, в нашу студию. И успехов! — Я жду вас на выставке. Надеюсь, что все, кто увидит эту передачу, придут тоже. — Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, у нас в гостях был Никас Сафронов, заслуженный художник Российской Федерации, а также самый известный художник России. До новых встреч!